Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы начнем прохождение игры под названием The Binding of Isaac Rebirth. Если вы заинтересованы в данном прохождении, ставьте как можно больше лайков. В первую часть я наиграл больше 150 часов, вот, и дополнительно еще с ней ознакомливался. Игрушка просто офигительнейшая. У нас здесь прибавилось вещей в разы больше по сравнению с первым айсиком, то есть тут можно крутить, крутить, много всего, много всего можно открывать. Здесь концовки, вот у нас, вы поняли, да, сколько концовок? Потом тут есть секреты. Также у нас есть большое количество челленджей, которые мы можем с вами открывать. Это просто офигительно, то есть это фактически тот же самый первый айзик, только умноженный в несколько раз, и это очень круто. У нас все персонажи здесь закрыты, но я собираюсь открывать Кайна, которому нужно 55 пенни. Итак, начинаем с айзика, конечно же. Например, справа сверху вы можете заметить надпись Press Tab to Input Seed, то есть нажмите Tab для того, чтобы ввести определенное слово, которое может нам дать какие-то определенные модификации. Насколько я знаю, если ввести одно слово, то можно будет включить телевизионный режим, то есть игра будет похожа на телепередачу. И я сейчас играю на джойстике, что очень круто, то можно вот так вот ходить, вот так вот передвигаться в разные стороны стиком. Стреляем мы, соответственно, либо на стик на правой, либо на кнопочке, то есть кому как удобнее. Я буду стрелять на кнопочке, потому что так как-то удобнее играется. Пока что все просто. Костры. Костры тушим, потому что в кострах можно найти монетку. Ух ты тут! Я совсем забыл то, что красные костры стреляют в нас. Луп-луп. Это тринкет. Тринкеты нам дают различные бонусы пассивные, которые могут нам либо помогать... Ух ты, блин! Офигенно! Технология! Так, прождите. Все, я офигенно, блин, я управляю правым стиком. Это круто, ребята, вообще, блин. Меня шторит. Офигенно, офигенно, блин, реально, это какая-то игра года. Так, интересно... Так, 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 нет, босс пока что рановато идти, я думаю. Мы пока еще погуляем здесь по локации, потому что вдруг найдем что полезного. Я буду, походу, объяснять вообще, что из себя игра представляет, как в нее играть. То есть, вот, у нас есть враги, мы их уничтожаем. Понятное дело, это естественная вещь, достаточно. И вот эти какашки, которые я сейчас уничтожаю, из них может выпить монетка, как и из костров, в принципе. Так что всегда, абсолютно всегда, в самую первую очередь, вскрывайте все это, если вы на начальных этапах. Так, хорошо. Хорошо. И давайте мы сейчас немножечко потише сделаем. Вот так вот. Да, пожалуй. Пожалуй, вот так вот. Обратили внимание, да, какая музыка играет? Хм, имперор. Император, он, по-моему, нам позволяет сразу в комнату босса телепортироваться. А императрица, она, по-моему, нам дает урон. То есть, есть император, есть императрица. В данном случае у нас император. Так, а справа у нас это что, это магазин? Честно, не знаю. Не знаю, блин, даже как-то, знаете, рисковать стрёмно. Мне кажется, что это магазин справа. Давайте проверим. Да, теперь мы будем знать, что это магазин. Окейушки. А это? А это автомат какой-то, который дает какие-то возможности. К сожалению, я не знаю пока что, какие. Потому что в первом азике был автомат крови, в который можно было сердца вставлять и получать различные бонусы. Был автомат предсказания, который нам давал тринкеты и всякое. Всякое такое. Потом, что еще было? По-моему, больше не было там никаких автоматов. А здесь уже какие-то новые добавили, неизвестные. Блин, нифига себе. И, конечно, сложновато, сложновато управлять вот этой вот слезой. Я вот не знаю, может, на кваватуре... А, ну, управление с кваватурой не поддерживается, потому что мы геймпаде играем. Все, папа, поосторожно. Урон плюс дальность. Ну, дальность нам не нужна, потому что мы как бы слезой управляем и так. Но урон, урон, да, мы повысили себе. Теперь у нас три единички, что очень важно. И все. В принципе, мы тут все открыли. Но, можно проверить секретную комнату. Давайте мы так и сделаем. Заодно узнаем, на какую кнопочку бомбу ставить. Что я наделал? Так, ну хотя бы я понял, какой кнопкой что управляется. Значит, РБ, это у нас использовать карту. Понятно. Секретной комнаты здесь нет, вопреки всем моим мыслям. Ну, кишки. Все, уходим. Движок игры стал очень стабильным, потому что в первой части это был флеш-движок. Это у нас зубастая комната. То есть, в ней мы, как вы уже поняли, можем получить какую-то вещь. И сейчас мы открыли ящик, какая-то штука вылезла. Я не знаю, что это, честно говоря. Но мы будем собирать все и методом проб определять, что полезно, что нет. Ну, а цепь, что-то сложно, сложно все. Вы пишите в комментариях по поводу вещей, которые я собирал. Указывайте время, на котором, на каком моменте я собирал ту вещь. Чтобы я, в принципе, знал, что и как. Какая вещь за что отвечает. Нет, слезка хорошая. Слезка очень хорошая. Она очень полезная. Так, здрасте. Какашата. Я их буду называть какашата. Вот почему-то именно так мне хочется их называть. Я серьезно. Это у нас золотая комната. То есть, здесь мы будем собирать все предметы. Как пассивные, так и активные. Пока не найдем кубик, который может изменять все эти вещи. Если я не трогаю слезу, не управляю ее. Она сама летает, что как-то странно. Ух ты, какая слеза стала. Офигеть вообще. Интересно. Я не пойму, это мне повезло так? Или просто это достаточно часто встречающийся предмет? Я думаю, что нет. Не так часто встречается он. Редко достаточно. Секретная комната. Давай налево. Все, близко к этим кострам подходить не будем. Нафиг, нафиг. В магазин тоже пока не пойдем. Смысла нету. Какого-либо. Так, эту какашку мы разрушаем. Из нее потом муха вылетает. Разъяренная. Соответственно. Так, а что? Что это какашки не разрушает? А, вот все, все, все. Деформируется потихоньку. Деформируется. Да, прекрасно. А где же это секретные комнаты искать, слышите? Я даже не знаю. Опа. Там у нас была бомба. Ну, в принципе, она нам ни к чему. А, я представляю. Да, возможно здесь. Секретные комнаты, как правило, располагаются между парой комнат, которые находятся рядышком. В данном случае именно так и есть. Костры обязательно тушим, не забываем. Нам нужно 55 пенни. Очень. Чтобы открыть персонаж нового. Который будет очень интересен для прохождения. Потому что Кайну достается максимум всего того, что есть. Потом все пилюли, которые мы по ходу игры будем находить на Кайну, действуют положительно, соответственно. И это очень-очень важно. Очень важно. Потом будет хорошо очень открыть Мэгги. Поскольку Мэгги у нас с самого старта обладает повышенным количеством здоровья. Это тоже круто. Ну, а дальше уже там как пойдет. Ну что, монстры, здрасте. Иди сюда. Иди сюда, не стесняйся. Ты такой хороший. Кстати, в опциях... В опциях не забывайте включать параметр фильтр. Он отвечает за то, какая будет прорисовка в игре. То есть, либо вы будете в чисто пиксельный вариант играть. Либо... Либо, соответственно, у вас будет сглаживание стоять хорошее. Что очень важно. И также рекомендую гамму выкручивать на максимум. Так, отлично. Первое достижение. Ух ты, грибок. Грибы всегда давали хорошие результаты в азике. Так, HP, TRS, UP. Скорость выстрела понизилась, но повысились жизни и количество слезок. Хм, лопата. Лопата нам дает возможность, сразу же не проходя уровень, спускаться еще ниже. Требует одно сердечко, но штука спорная достаточно. Поэтому нет, мы ее брать, пожалуй, не будем. Мы от нее откажемся. Потому что сейчас мы нацелены на то, чтобы максимально изучать игру. Кстати, оптимизация в игре не в пример первой части офигительная. Очень офигительная. И, к сожалению, к этому сундучку мы не попадем. Только если потратить определенное количество сердечек. Или же просто воспользоваться полетом, которого у нас нет. Так. Здрасте. Здрасте. Как же медленно слеза летает, а? Йо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно-сторожно. Вот это вот гадость нужна. Тут всех это на самом деле надо ликвидировать. По-быстрому причем. А почему не могу эту батареечку взять? Что за хрень? Непонятно. Ну, а вот и пилюлька. Отлично. Сердечко. Еще одно получили. Это круто. Что ж. Забастая. Что ты нам дашь? Еще две пилюльки. Так. Дальность стрельбы увеличена. Нам это ни к чему. А вот теперь количество слез увеличено. Тоже, в принципе, бесполезная вещь. Все, надо играть аккуратнее. У нас всего три сердечка. Мерзкие твари. Но поскольку у нас вот эта управляемая слеза, все гораздо приятнее. Кстати, в этой игре еще есть локальный кооператив. Но об этом чуть позже. А хотя чего позже, можно сейчас сказать. В локальном кооперативе мы можем товарища посадить за клавиатуру. Он, соответственно, будет управлять маленьким чувачком. А вы будете играть за азика. При этом у вас будет отниматься одно сердечко. Потому что оно отводится вашему напарнику. Грызу, ну, маленькие. Глисты. Я их буду назвать глистами. Да, это именно зубастые глисты. Не просто глисты, а зубастые глисты. И здесь у нас нет секретной комнаты. Потому что камешки. Вы тоже поняли. Ух ты, какое дело, слышите? Но нет, рисковать мы пока не будем. Все-таки давайте мы грузим потише немножечко. Потому что я себя не слышу даже. Вот, отлично. Так немножечко получше воспринимается. Секретная комната. Я думаю, что она здесь. Твою налево. Блин. Кстати, я вот так и не знаю. Есть ли здесь синенькие камушки. Синенькие. Ой, это... Знаете, как бы назвать? Это какашка. Это какашка, да? Вот. А есть еще какаш. Какаш это вообще. Это папаня всего. Вот есть какаша. Это маленький. Какашка и какаш. Хм. Сердечки, да. Сердечки нам нужны. Когда мы их успели в таком количестве потратить? Что-то я не понял юмора совсем. Может, этот рингет как-то влияет? Честно говоря, даже не знаю. Мерзопакостные твари. Но мы хорошо от них отделались. Зеркальце. По-моему, оно... Как-то на слезы влияет, нет? Еще в первой части оно было. А, понятно. Это метод бумеранга. То есть, если мы бы стреляли обычными слезами, то... Они бы... Ну, в общем, как бумеранг летали бы. То есть, вы стреляете ими, они потом возвращаются. Вот по такому принципу. Что, в принципе, вполне понятно. Теперь главное не путаться, кто и как управляет. И много-много новых врагов. Вот этих я буду звать унитаза. Не знаю, потому что мне сразу показалось, что это унитаз, который тут засунул. Это роль бомбы. Здрасте. Так, здесь нужно полное количество жизней для того, чтобы зайти в боевую комнату. Боевые комнаты нам могут дать либо какие-то полезные предметы в сундучке, либо какую-нибудь ерунду. Так что, тоже такой интересный и спорный вопрос. А заметили, что вот глиста ползает маленько совсем. Если мы наступим, остается кровавое пятно. Это офигительно. Мелочь просто поражает. А бомб у нас нету, к сожалению, для того, чтобы можно было взорвать камешек вот этот вот. И все монетки, соответственно, подобрать. Это кардио. Кардио, кардио, кардио. О, блин, такой шустрый. У меня за ним слеза просто не успевает. Ах, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, товарищ. Конечно, эта слезка, она и плюс одновременно, и минус огромный. Блин. Тихо-тихо, осторожно. Пронесло. Пронесло относительно. Книга Беляла, которая повышает нам урон. Слушайте, у нас сколько урона сейчас? У нас с вами всего лишь три урона. Поэтому... Хотя нет, в принципе, у нас слеза большая, поэтому она наносит приличное количество урона и так. А ребеночков за одно сердечко я брать нет. Не буду, потому что сомнительная достаточно трата HP нашего у нас так не так уж и много. А вот пакетик с таблетками нам пригодится. Может быть. Амнезия. Амнезия нам закрывает карту локации, да? Будем знать. Еще одна амнезия, да и фиг с ней. Съели пилюля. Полезная штука. Очень полезная. Но в определенных условиях. Обычно она полезная, когда мы заходим в боевую комнату. То есть, к примеру, зашли, появились враги. А мы взяли и телепортировались после того, как забрали вещи. Вот это вот офигительно. Поэтому мы возьмем с собой телепилюльку. Ну, теюшки. Без вопросов даже. Пока что вроде так уверенно идем. Но это, наверное, потому что я достаточно много поиграл в первую айзика. Не буду говорить точно, но такое тоже вероятно. Золотые сундуки. Они могут себе хранить как полезную вещь, так и какую-нибудь шушеру. Ну, у нас три ключа, поэтому можно попробовать. Монетки. К сожалению, не так много, но лучше, чем ничего. Всегда есть шанс найти доллар в автомате. Так, какашатый какашка. Они такие милые, такие няшные, такие ми-ми-ми-ми-ми. И это круто. Ну. Какашечки, давайте побыстрее уничтожайтесь. Да, монеток мы с вами понабрали достаточное количество. Для того, чтобы можно было в магазине хорошо закупиться. Но, к сожалению, недостаточное для того. Так, а ты с тобой что делать-то? Почему ты уничтожаешься? Во-во, все отлично. Это такая штука в первой айзике была. Но она была неподвижной, когда высовывалась башка. Ей нужно было стрелять. Так, аркада. Отличная вещь. Отличная вещь. Давайте мы рискнем. Попрошайка. Так, мы сегодня еще вернемся попозже. Потому что сейчас нужно подзапастись дополнительными сердечками для автомата крови. Которая нам даст определенное количество бабла. Понятненько. Что-то мне туда пока что не хочется совсем идти. О, опасная комната. Если у нас нет управляемой слезы. Или другого управляемого оружия. Ай, так, 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 так. Аккуратнее, аккуратнее. Все. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ребятки, вы поаккуратнее, поосторожнее. Даже взрывающиеся появились тараканы. Ну, не тараканы, а глисты. Хорошо. Зубастые глисты. Это мясники. Мясные зомби. Только, правда, нам за них ничего не дали. Что, в принципе, грустно достаточно. Ой, товарищи. Товарищи. Все, уничтожил. Игра не стала легче. Совершенно. Совершенно легче не стало. Может, даже в какой-то степени сложнее. А тут самые безобидные товарищи. Которых даже тюкать неохота. И у нас тут есть один автомат крови. Но, опять же, пока что не будем его использовать. Вообще трогать. Аккуратненько. Аккуратненько. Терпим. Терпим. Все это безобразие. Блин, сколько из них гадостей вываливается. Фу. Ой, игра стала вообще еще более мрачной. Еще более грязной. По сравнению с первой частью. Что, в принципе, положительно сказывается на атмосфере. Музыка уже не от Дэнни Барановски. Но все равно такая же качественная. Что абсолютно радует. Так, давайте попробуем здесь использовать бомбу. Отлично. Опа. Ух ты, это что? Ревенш. Ревенш флай. Это что? Это ревенш, это, по-моему... Что-то достаточно мощное. Насколько позволяет мое знание английского. Но у нас было достаточное количество ключей, чтобы поэкспериментировать. Значит, у нас есть еще аналог по прошайке. Только тот, который ключи принимает. Окей. Так, падший. Опасный босс, на самом деле. Ничего не скажешь. Все так же разделяется на несколько тварей. Ах вы ты, собаки такие. Зажали меня. Ух ты. Повысили нам урон. Теперь сколько у нас? Не так уж нам много. И у нас есть два сердечка. Какие-то черные сердечки. Что они дают? Не могу сказать. Так, ну что ж. Давайте мы тогда пойдем к автомату крови. Потому что у нас есть два запасных сердечка, соответственно. Не к этому. Сейчас, сейчас, сейчас идем дальше. Нам скорость повысили вроде. Потому что Азик стал быстрее бегать. Ну, плюс еще мы не все комнаты открыли на данном ярусе. Что надо сделать? Спасибо. Замечательно. Ну что, что вы нам предложите? Кто-то падла. Держим Тарас Лескун поближе. О-о-о. Хорошо. У нас есть два сердечка, да? И нам, да, еще полтора можно использовать. Так. Пробуем. Пробуем. Играем дальше. Главное, все математически подсчитать. Ну-ка, 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 ну-ка. Ключик это тоже хорошо. Но нам бы сердечек побольше. Реально была польза тогда. Ммм, шапка из какашек. Это хорошо. Теперь мухи на нас агриться не будут. В принципе, больше ничего тут такого и нет. Можно было бы автомат взорвать. Давайте мы так и сделаем. Ради одной монетки. Сомнительно. Сомнительно очень. Какая у нас скорость? Две единички. Общутка кажется, что Азик быстрее бегает нам. Ой-ой-ой, я же комнату забыл открыть. Надо это решить. Надо это все решить. Можно быстрее. Карточки. Ну, просто так их не возьмешь. Понятненько. Это упячка. Я буду так называть. На какую кнопку использовать? Вот, понятно. Хреновая штука. Зачем я потратил сейчас? У нас же все равно ничего не было. Ну, окей, окей. Накопится. Накопится еще. По-моему, она за две комнаты накапливается. Да, там индикатор есть. Это круто тогда будет очень. И, наверное, это XL уровень? Да вроде нет. Ну, вроде не такой уж и большой. Странно. Очень странно. Вот, все. Все отлично. Идем. Причем я до сих пор не знаю, на что влияют черные сердца абсолютно. Нужно будет это узнать. Синее сердечко. Не знаю, стоила ли она того или нет. Ой, вот этих вот зомби прикольно убивать слезой такой. Потому что у них зона поражения находится сзади. Таким образом, не нужно теперь подходить назад. И вот первый пример удлиненной комнаты. Или не первый. Я уже не помню, была у нас такая комната или нет. У нас, по-моему, была та, которая вверх продолжалась. Сайт, которая в сторону идет. Что прикольно. Очень даже. А из этой... Из этой шушеры. Гнилой. Паучки вылезают. Ха, сердечко, сердечко, сердечко. Это что? Бонзу стил. Нихрена себе. Ребята, сразу I am your... Редчайшая комната просто. То есть ее можно открыть очень-очень в исключительных случаях. Health up. Так. Защитная муха. Хорошо. Паберти. Она, по-моему, нас делает дурачком. Сердечки. Отлично. Рейншад. 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 Так. Еще больше жизней. И мы открыли Магдалену. Балдеть, сколько всего мы открывали. Интересно. И еще не телепилюля. А что если еще телепилюля использовать? Опять попадаем в эту же комнату. Я думаю, мол, может мы попадем на уровень. Ну, знаете, для первого раза достаточно далеко продвинулись. Скажу я вам. Очень-очень. И сразу же у нас аркада. Ну, в нашем положении нужно играть. Знаете почему? Потому что сердечки. Не хватает сердечек очень. Болдзу стил. У нас всего два ряда жизней. Че так мало? Маловато. Маловато будет. И, кстати, надо надеяться на то, что мы сможем доллар в автомате выиграть. Таро будет очень круто. Очень круто будет. Мы тогда сможем Кайну взять. Что тоже очень важно. Окей. Спасибки. Продолжаем играть. Потому что... Ух ты. Неплохо так. Кстати, черные мухи, они абсолютно не вредные. Их даже полезно использовать. Хотя, че я несу? Нет, так не полезно использовать. Они просто нам урон не наносят при соприкосновении. А все потому, что на нас шапочка. Зато мы им наносим урон, потому что у нас есть защитные мухи. И нам еще одну дали только что. Шикарно. В любом случае, вот это сейчас лучше магазина. По крайней мере, потому что... Мы тут хотя бы что-то получаем. Ну-ка. Вроде как, ничего особенно... Не поменялось в игре. Это радует. Это радует. В данном случае, велосипед изобретать было бы вредно. Эх, блин. Осталось монеток не так уж и много, но сюда можно всегда вернуться. Что очень важно. Ну что, еще раз попробуем. Вдруг монетку... А, нет, ключ. Ох ты, золотой ключ. Это круто. Ну что ж, пошли. Золотой ключ нам очень помогает. Нам очень помогает. Так, ты когда открываться будешь, гнида? Вот, 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 вот. Все, прекрасный момент подобрали. Это у нас комната... Комната босса. Потому что в комнате босса всегда есть полезная вещь. Но там нужно, чтобы было одно красное сердечко. Не могу точно сказать. Так, чревоугодие. Чревоугодие. Опасные твари. Очень опасные твари. Как только мы к ним подходим, надо сразу же в другую сторону противоположную топать. Потому что они сразу же стреляют из лазеров. Ой-ой-ой-ой. Опасные твари, опасные. Хотя, что это говорят? Все твари опасные. До опупения. Конечно же, открываем. Что за какашка? Токсик блэст. И пять бомб. Ну, пять бомб. Это, наверное, самое приятное. Что мы могли из этого извлечь. Конечно же. Конечно же, мы используем то, что у нас бомб есть. А, вот. В трейлере демонстрировали это оружие. То есть оно наносит урон всем в локации. За счет своей ядовитости. Окей. Я вполне доволен. Таким результатом. И теперь можно пойти в секретную комнату. Поискать. Но. Перед этим мы сердечко возьмем. Бомба стоила того, что мы ее потратили. Ну-ка. Вот. Супер. Ого-го. Жадность. Жадность. Ух ты, сколько из тяп он и выпадало-то. Ну что. Нужно будет сейчас еще попробовать в автомате выиграть доллар. Это очень важно. Это очень важно и очень полезно. Так. Ну-ка. Играем. Только побыстрее будем играть. Соответственно. Чтобы особенно не задерживаться. Тут уже как повезет или нет. Выпадет доллар, не выпадет. Ну, слушайте. Неплохо так. Наварились. Так и надо с этими автоматами. Со всеми штучками, бирюльками. Благо у нас есть... Какашечка. Нет. Давайте мы вот это вот уж возьмем. Пульс. Пульс. Пригодится может, да? Ну что. Сердечки. Сердечки давай, чтобы я в автомат мог поиграть с кровью. Ну, прекрасно. Давайте мы тут еще сейчас посидим. Потому что дальше уже будет гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее будет уже. Ага, вот она какая карта у нас. Может целая быть, что очень удобно. Увеличенная. Замечательно. Можно будет сразу понимать, где мы были, где мы не были. Не, ну... Я понимаю, что сейчас толку уже от этого нету. Так, ну что, давайте тра-бомбу поставим. Автомат с кровью тараму пока еще оставим здесь. Потому что нам это может пригодиться. Что-то я не доверяю этому синему огоньку. Ага. Аккуратно. Шипы, тебя не опасно. Они то вылезают, то не вылезают. Фиг их поймешь, какие у них намерения. Ай-яй-яй-яй-яй. Уходим, 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 уходим. Все, что за таблетка? Больше слез. Пускай. Хуже от этого не будет точно. Это кишки, по-моему. Вроде как. И как я сейчас не получил урона? Не могу понять. Это совершенно странно. Просто. Нереально странно. Но урон мы не получили. Что не может не радовать. Бумеранг. Бумеранг. Нет, мы от него откажемся. Донат. И что? И... Что за хрень? Можно обратно забрать? Ну, почти что. Почти что. Не знаю, для чего этот автомат нужен. Донат. Ах вы какие шустрые. Это опасные. Это вилмуны. Такие, как, знаете, походники за привидениями. Бывает тут тварь такая. Человек-зефир. Он здесь то же самое. Очень похож на зефир. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот это глистоперка. То есть, большую глисту, с которой маленькие зубастые глисты вылезают. Поэтому будет глистоперкой пускай. Два ключа за бомбы. Это вообще без проблем. У нас же все на золотые ключи. А вот бомбы нам пригодятся. Очень причем. Причем мы секретную комнату здесь не открывали. Сундучок-то бы еще ближе к автоматокрови бы встал. Ну, неплохо. Монетки лишними не бывают, как говорится. Ангелочки. Одни из самых жестоких монстров в игре. С ними нужно быть всегда на готове. И, по-моему, это у нас мамаша. То есть, сейчас нужно быть очень-очень аккуратным. И пока что к боссу не идти. Пока мы все не откроем. Ах ты, блин. Все-таки попался. А если еще можно забирать... Ой, блин. Наскосок можно, короче, ходить. Но это нужно делать очень аккуратно. На геймпаде неудобно. Очень неудобно здесь так передвигаться. К сожалению. К большому. Ну, океишки. А секретная комната здесь может быть? Нет. Опа-на. Сколько вильманов. Из которых потом унитазы получаются. Ну, океишки, океишки. Еще после них остаются вот эти ядовитые кровавые следы. Что тоже не является приятной вещью. Нужно быть с ними на чеку. Как-то принято выражать. А здесь у нас может быть секретная комната. Давайте мы это проверим немножко с другой стороны. Чтобы было поудобнее. Она еще здесь, кстати, может быть. Так, я не знаю, как лучше... Опа-па-па. Так. Нет. А здесь? Прекрасно. Тоже ничего. Ну, теперь мы зато будем знать. Много-много бум. Па-па-па. Это было почти что физически больно. А мы же уже открыли секретную комнату. Ела-пала. Ну, да. Да. Ну что, торопа, пойдем взорвать автомат с кровью. Ну, блин. И сердечки выпали, когда уже не нужны. В данном контексте, конечно же. Опасные-опасные шипы. Ела-пала-кишба. Опаснейшая. Опаснейшие твари. Вот так подумайте. Блин, чуть не напоролся вообще. И знаете, я пришел к выводу, что если бы я... Так, не раскидывал монетки, то, возможно, мы бы 55 собрали. Так, мамочка. Здорово. По-прежнему такая хардкорная, да? Айзек! Кстати, лучше самых таких монстров простеньких оставлять. Которые не мешают особенно. Но лучше всех уничтожать. Так, тевтели. Тевтели, здрасте. И что-то она мало топает ножкой, кстати. Сказал я, и она сразу топнула ножкой. Страшная-страшная, мадам. А почему мы урон не получили? Наверное, потому что у меня много-много защитных мук, да? Поэтому как-то пронесло относительно. Айзек. Айзек. Его мамы повторялись. И это был конец. Айзек. Его мамы был слишком сильно жестким. Но, как он осознался за наставку, Бог intervened, срабатывая ангела с выше, чтобы остановить его мать. И так, это было закончено. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам данное видео понравилось так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры создавал DimaTorzok